Всем привет! Здесь говорят о видеобизнесе, а меня зовут Алексей Левин. И сегодня мы с тобой разберем 10 самых популярных заблуждений на тему создания продакшн-студии. Или даже разберем, а почему же у тебя до сих пор нет своей продакшн-студии? И что тебя сдерживает и ограничивает? Поехали! Самое популярное заблуждение, заблуждение номер один, что на этом рынке высочайшая конкуренция, и никак на него попросту не пробиться. Это не так. Я в этом бизнесе уже 8 лет и сам по себе знаю, как увеличилось количество клиентов за эти годы. То есть именно количество предпринимателей, которые понимают необходимость видео для их бизнеса. То есть сейчас это связано с тем, что огромную популярность в нашей стране набирает Facebook, Instagram, YouTube. Те соцсети, где сейчас контентом номер один становится именно видеоформат. И, конечно же, количество игроков на этом рынке, это видеографы, продакшн-студии, оно тоже увеличивается с каждым месяцем. Наших с вами коллег становится все больше и больше, но клиентов, у которых есть потребность, их становится больше в разы. То есть сейчас, грубо говоря, куда вот не воткни штатив, отовсюду начинают сочиться деньги. И это действительно так. Плюс также есть огромное количество советов на тему того, а как же вам стать лучше своих конкурентов, как выбиться на лидирующие позиции в вашем городе, регионе или даже стране. Но об этом я расскажу в другом своем видео на канале, поэтому обязательно подпишитесь и следите за новыми выпусками. Друзья, поэтому истина, то, что на этом рынке огромная конкуренция, это все ошибка. И поэтому давайте мы сейчас дружно на этом поставим точку, и есть всегда место для новых игроков на этом рынке, потому что качественных продакшенов, качественных видеографов, их в разы меньше, чем платежеспособных клиентов. Поэтому все, у вас обязательно все получится, дерзайте, стартуйте, и сейчас самое лучшее время для этого. И следующее наше заблуждение, это то, что обязательно нужно только свое оборудование, необходимо вкладывать огромные деньги в то, чтобы стартануть на этом рынке, потому что вам потребуются камеры, штативы, риги, обвесы, объективы, мощные компы и прочее, прочее, прочее. Уже почти во всех более-менее крупных городах нашей страны есть специализирующиеся на сдаче оборудования компании, которые принято называть ренталами. То есть вы можете совершенно спокойно, заранее заключив с ними договор, отправив все необходимые документы, зарегистрировавшись на их сайтах, брать оборудование в аренду на собственные съемки и не тратить на это деньги. Почему я такой противник покупки именно собственного оборудования? Потому что я всегда это называю в шутку гонкой вооружений. То есть вы никогда не сможете в этой гонке победить, потому что все время на рынке появляются новые модели, новые модели камер, новые модели объективов, новые модели процессоров, видеокарт и прочее, прочее, прочее. То есть всегда вы будете вынуждены все время вкладывать, вкладывать, вкладывать туда деньги или, иначе говоря, их даже замораживать, да, потому что вы можете на эти деньги, на вашу прибыль развивать ваш продакшн. Вы можете заказать сайт, можете настроить рекламу, можете распечатать маркетинг-кит, сделать огромный рывок в плане продвижения своей студии, а вместо этого вы тратите все заработанные деньги на покупку новой камеры, и потом она все равно через полгода, через год устаревает, выходит новая модель, ваша модель обесценивается, теряете в цене, продаете ее гораздо дешевле, и получается такой замкнутый круг, что вы живете в иллюзиях некого успеха вашего видеобизнеса, но при этом все-все заработанные деньги, почти все, тратите на то, чтобы угнаться в этой гонке за новым трендом, за оборудованием, и самое ключевое, что я вам хочу еще рассказать в разрезе оборудования, то что вашему клиенту по большей части почти всегда абсолютно пофигу, на что вы снимаете. Ваш клиент зачастую это не эксперт в сфере видеопроизводства, и он не отличит картинку с того же там Sony Asimus 3 и какой-нибудь Blackmagic курса Mini или Red, да, то есть клиент никогда этого не поймет, поэтому все на самом деле зависит от огромного количества факторов, поэтому поверьте мне на слово, что собственное оборудование в дорогостоящее дополнительное не стоит вкладывать. Друзья, за последние несколько лет на моей памяти не было ни одной съемки, чтобы мы не ездили в прокат за дополнительным оборудованием, потому что все равно всегда своего все невозможно иметь. И поэтому плавно переходим к ошибке номер три, то что все абсолютно подрядчики, специалисты должны сидеть у вас в штате. Это не так, потому что сейчас огромное количество возможностей для того, чтобы этих самых подрядчиков на рынке находить. Вы можете работать с подрядчиками абсолютно со всей страны, даже в рамках вашего города совсем не обязательно их садить в штат. Вы можете работать удаленно, отправлять материалы, отправлять исходники монтажерам и не обрастать вот этими постоянными расходами. То есть вам важно уже смотреть на эту всю историю как предпринимателю. То есть если у вас сидят люди в штате, это значит, что вы постоянно должны им платить зарплаты. И это в нашем бизнесе совсем не есть хорошо. Плюс на нашем рынке есть определенная сезонность, когда вы не сможете должным образом чаще всего оплачивать работу ваших подрядчиков, которые будут сидеть в штате. И поэтому вы будете уходить в минуса. Чтобы этого не происходило, работайте с ними на фрилансе, вводите всех за штат, работайте с ними по проекту. Тогда вы не попадете в ловушку того, что будете обязаны садить в штат каких-то посредственных специалистов за небольшие деньги. Поэтому обязательно ищите подрядчиков на стороне, взаимодействуйте с ними, не ограничивайте себя по количеству проектов, которые вы можете в моменте реализовывать. Более того, у вас никогда не хватит денег, чтобы посадить реально крутых спецов к себе в штат. Поэтому не живите иллюзиями и не допускайте эту ошибку. Двигаемся дальше. Следующее популярное заблуждение в том, что нормальных подрядчиков на рынке нет. Что все срывают сроки, все покапят, все косячат. Но поверьте мне, это тоже не так. Даже крутые продакшены, которые работают с бюджетами от миллиона рублей и выше, они все используют услуги фрилансеров. Потому что кто такие фрилансеры? Это такие же, как мы с вами, ребята, которые могут быть очень первоклассными специалистами в своей индустрии, но которые выбирают для себя не сидеть в офисе, не работать на один какой-то продакшен. Им так удобнее, им так интереснее, им так комфортнее. И поэтому они просто сидят дома и, соответственно, делают такие же большие, крутые проекты, интересные. С ними обязательно работать, обязательно формировать свою базу подрядчиков, чтобы у вас всегда были контакты тех людей, на кого вы можете положиться. Важно, чтобы это был не один, два человека, а четыре, пять, десять человек, да, в зависимости от специфики. Что в случае, если ваш любимый подрядчик занят, вы могли всегда обратиться к другому. Есть огромное количество способов, как этих людей находить. Сейчас очень популярны специализированные чаты в Телеграме, где все эти подрядчики тусуются. И, соответственно, вы можете с легкостью туда вступить, написать о вашем проекте и, соответственно, собрать заявки от всех, кто заинтересован с вами на нем поработать и кто укладывается в ваше представление о качестве этой работы. Несколько ссылочек на такие чаты оставлю под этим видео. Обязательно переходите и находите свою команду. Двигаемся дальше. Итак, ошибка номер пять. Я называю ее «Бегу регистрировать ООО». Предположим, что вы уже нашли свою команду, нашли клиента, зарегистрировались в Рентали. Все, проект у вас на руках и клиент вам говорит «Отлично, готовьте договор». И здесь у вас возникает огромнейший вопрос «А что же делать?» Это же нужно регистрироваться где-то в формате самозанятого, в формате ИП, либо в формате ООО. Но я вас остановлю. Я вас остановлю, потому что если вы пока не работаете на этом рынке, то самые первые проекты вы можете делать совершенно по-простому. То есть первое – это брать деньги наличкой от ваших клиентов. То есть это абсолютно нормально на первоначальных этапах, когда у вас относительно небольшие чеки. Дальше вы можете договориться с вашими друзьями-предпринимателями, которые смогут провести эти деньги через себя. То есть от имени своей организации, от имени своего ИП или ООО подготовить договор, подготовить счет и, соответственно, просто за вычетом какой-то там комиссии, налогов вам передать оставшуюся сумму на реализацию проекта. Такое тоже имеет место быть. Поэтому я всегда своим студентам советую не торопиться, не бежать сразу же здесь сейчас регистрировать ИП или ООО, а прежде всего научиться на этом зарабатывать деньги, привлекать клиентов, реализовывать проекты. И когда вы уже поймете, что да, этот бизнес работает, он вам подходит, и вы хотите им дальше заниматься, только потом уже идти регистрироваться, потому что автоматически на вас ложится бремя в виде налогов, в виде бухгалтерской отчетности. И нужно понимать, что только в случае, если вы на этом зарабатываете, тогда это вам нужно и действительно ценно. Тем более часто встречаются ситуации, когда клиенту действительно гораздо удобнее отдать вам деньги наличкой. Поэтому это абсолютно нормально, не торопитесь бежать к налоговую и регистрироваться ИП или ООО, вы это всегда сделать успеете. Следующее популярное заблуждение в том, что у меня нет портфолио, либо оно не надлежащего уровня, чтобы начать продвигать свой продакшен, искать проектов, привлекать клиентов. Это тоже огромнейшее заблуждение, друзья. Почему? Потому что если у вас нет портфолио, но у вас уже есть примерный пул подрядчиков, с кем вы планируете дальше работать, реализовывать проекты для ваших клиентов, то, соответственно, вы можете договориться с этими ребятами, что первое время в качестве портфолио вашего новоиспеченного продакшена вы будете показывать их работы. Нужно делать это очень аккуратно, тем более не вывешивать это на вашем сайте, потому что такое очень часто встречается. И вот буквально на днях я наткнулся на один из продакшенов в нашей стране, который на своем сайте использует наши работы. Такое тоже бывает. Я, конечно же, ребятам позвонил, пригрозил судом и попросил эти все вещи исключить. Что делать, если у вас, как вам кажется, слабое портфолио? В этом тоже нет ничего страшного, и даже с этим уже можно выходить на рынок и продавать. Почему так? Потому что вам важно понимать, что вы не конкурируете с ребятами, которые делают проекты от миллиона рублей и выше. Вы конкурируете с теми ребятами, на уровне которых вы сейчас работаете на рынке в плане ценовой политики. То есть вас клиент будет сравнивать именно с ними. И ваша задача просто быть лучшими, но в своем определенном ценовом сегменте, в своем определенном качественном сегменте. Но, безусловно, вы дальше будете расти и развиваться. У вас нет другого выхода. Поэтому дальше уже будет больше, круче и дороже. Но сейчас нужно начинать с тем, что есть. А что же делать, если же портфолио вообще нет? То, конечно же, проще всего найти самых первых клиентов среди своих друзей и знакомых, потому что все из них либо работают в чьем-либо бизнесе, и этому бизнесу необходимо видео, либо они, может быть, сами являются предпринимателем. Ваша телефонная книга – это лучший источник ваших первых клиентов. О том, где находить клиентов продакшена, я расскажу в следующих выпусках на моем канале, поэтому подписывайтесь, чтобы их не пропустить. Следующее популярное заблуждение в том, что у клиентов нет нормальных денег на хорошие проекты и хороший продакшен. Это не так, потому что если вы думаете, что на встрече с клиентом для того, чтобы продать дорого, нужно рассказывать ему, а как же красиво это все будет снято, как тут пойдет слайдер, тут вот стедикан, тут с крана мы подлетаем к объекту, здесь выезжает инфографика, а здесь крутой голос Бориса Репетура говорит о том, что наша компания лучшая на рынке, то это совершенно не так. Большинство наших коллег работают почти за бесплатно, только по причине того, что они не умеют доносить до бизнеса ценность своей услуги, ценность своего продукта. Все хорошие проекты за хорошие бюджеты продаются по большей части обсуждения задачи клиента. То есть вам важно научиться разговаривать с бизнесом на языке бизнеса, вам важно понимать, а что же ценно для бизнеса вашего клиента и что он хочет в нем изменить с помощью видео. Видео для бизнеса, потому что наш с вами продукт, это вообще ни разу не про красиво, а про эффективность. Вспоминается один случай, как мы на переговорах с одним из предприятий, когда у них была четкая проблема, что рынок был перенасыщен их конкурентами, которые выступали просто в роли перепродажников, при этом мало кто из конечных потребителей, конечных заказчиков знал тех, кто, собственно, производит эту продукцию. В итоге мы предложили решение в виде фильма, объяснили, как компания сможет его использовать и как доносить ценность того, что именно они являются производителями, их продукция соответствует огромному количеству стандартов. Плюс у них одна из задач была, это выход на европейский рынок. То есть и мы им продали тот фильм, который действительно был на уровне европейских презентационных фильмов. Он был ярким, он был необычным. Я специально приложу ссылочку под этим видео, на этот кейс на нашем сайте. И еще даже до момента сдачи проекта они показали своему потенциальному клиенту в Европе этот фильм и заключили контракт на 15 миллионов рублей. То есть они как минимум в 15 раз уже окупили тот проект, который мы для них создавали, даже до этапа сдачи. Представляете, какое действительно огромное значение видео для бизнеса может иметь для вашего клиента. Поэтому, конечно же, умейте доносить ценность, умейте раскапывать ту самую ключевую боль вашей аудитории, что у них болит и как вы можете эту боль решить с помощью видео. Тогда только именно в таком случае клиенты вам будут готовы платить хорошие большие чеки за ваши проекты. Но об этом будем еще больше-больше говорить на следующих выпусках. На самом деле, следующее заблуждение, оно обратно предыдущему. Многие думают, что буду работать задешево, у меня будет много клиентов, будет все хорошо. Но на самом деле это не так, потому что, когда вы демпингуете, когда вы роняете цены на свою работу, вы становитесь заложником этой ситуации. Потому что вы, как белка в колесе, не можете вырваться из этого порочного круга, начиная с клиентом работать за низкий чек 99%, что вам уже никогда не удастся в отношениях с этим клиентом его повысить. Потому что клиент вас выбрал за то, что вы там стоите 5 тысяч рублей. И, соответственно, если вы придете и в одночасье ему скажете, все, я вырос, я теперь хочу 50 тысяч рублей за ролик, пусть даже у вас появилась команда, какая-то новая техника и прочее, 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 я вам даю гарантию 99% из 100%, что, скорее всего, вы с клиентом расстанетесь. Поэтому, уповая только на ценовой демпинг, на снижение стоимости для победы в конкурентной борьбе, вы сами себе копаете яму. Это абсолютно неправильная стратегия. Вам нужно задумываться о том, а как себя продвинуть, как себя упаковать так, чтобы вам клиент хотел заплатить хорошие деньги, чтобы он понимал, почему вы стоите дороже, чем ваш друг Вася-видеограф, и, соответственно, готов был с вами разговаривать о хороших проектах и о хороших бюджетах. Поэтому снижение цены – это путь в никуда. Девятая популярная ошибка – это делать все для всех. Это абсолютно нормально в начале вашего пути, но потом, когда вы развиваетесь без сегментации, что это такое, это когда вы фокусируетесь на том или ином направлении. Например, в моей компании продукт «Флагман» – это создание презентационных и имиджевых фильмов для крупных производственных предприятий. И то есть мы постепенно ушли именно в этот сегмент. Безусловно, мы снимали и снимаем и рекламные ролики, и вирусные проекты, но наша самая сильная компетенция – это как раз-таки именно в формате презентационных фильмов и имиджевых видеороликов. Поэтому очень важно вам заранее осознавать, что в какой-то момент для того, чтобы вам занять свое место на рынке, для того, чтобы безоговорочно попадать в вашего клиента и быть лучшим предложением на рынке для него, нужно будет сегментировать, сегментировать рынок и уходить в свою какую-то отдельную отрасль. Например, вам очень нравится снимать спорт. Окей, снимайте спортивные мероприятия, снимайте ролики для спортивных брендов и будьте лучшим в этом. Потому что если вы будете распыляться и делать все для всех, вы никогда не станете лучшим в чем-то одном. Поэтому обязательно задавайте себе правильный вопрос, начиная свой путь в сфере создания видео для бизнеса. Понимайте, что вам нравится и сразу бейте туда, если вы планируете завтра, послезавтра, через год, 2, 3, 10 работать именно на этом рынке и зарабатывать именно в этой индустрии, выберите для себя какой-то фокус. То, что вас прет, то, что у вас хорошо получается именно с этими клиентами и работайте. И последнее, самое важное заблуждение – это начинать новое дело без веры в себя. Почему это так важно? Потому что без веры в себя вы никогда не найдете ни команду, никогда не найдете ни клиентов, никогда не снимете действительно классный, интересный проект. Все, что вам нужно для старта, у вас уже есть. У вас есть в первую очередь это огромное желание заниматься этим, если вы досмотрели до сих пор. Поэтому обязательно начинайте, обязательно верьте в себя, потому что все, 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 все абсолютно это чувствуют. Как ваши подрядчики, так и ваши клиенты. Обязательно развивайтесь в индустрии, смотрите новые видео. И если вы понимаете, что вам чего-то сейчас все равно не хватает, то самое правильное решение, которое вы можете предпринять, это прямо здесь, сейчас нажать на вот эту красную кнопку под этим видео. Раз в неделю на моем YouTube-канале будет выходить новое видео, где я буду так или иначе разбирать что-то очень важное из сферы корпоративного видеопроизводства. Поэтому обязательно подписывайся на канал, напиши в комментариях, какие еще моменты тебя сдерживают от создания собственного продакшена. От поиска клиентов, от поиска подрядчиков, какие есть убеждения на тему съемочного оборудования. Напиши в комментариях, мне безумно интересно, я каждому отвечу. И обязательно на основе ваших вопросов подготовлю следующие видео на моем YouTube-канале. Я уверен, что сегодня было очень полезно и классно, поэтому ставьте большой палец вверх и до встречи на следующих выпусках. С вами был Алексей Ливен, продюсер и основатель студии RuVision, спикер школы RuVision. И до встречи на следующих видео. Пока!